здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе мы сегодня свяжем псевдо как я их называю тенкара вот такую вот мушку она относится к разряду может быть и сухих и мокрых как угодно и придурном слое работать зависимости от того какой мы с вами поставим допустим огрузочку можно и свинцом огрузить можно шарик вот это все пластмассовый стеклянный это вообще без ничего то есть форма ее понятной личинки и при попадании допустим на поверхность воды пока пленка держит нашу мушку не намокла перо она допустим работает как сухая потом начинает медленно тонуть при определенных проводках она может сразу утонуть все зависит от того как вы будете рыбачить но достаточно уловистая мушка в практически во всех регионах это уже проверено будем говорить так red так но наоборот без как красного конечно хвостика можно и красный красный загиб сделать как угодно здесь уже проблем никаких не возникает на вашу фантазию давайте мы приступим я буду изготавливать более упрощенный вариант так а вы уже потом модификации для себя придумаете крючок как обычно я использую вот формы чтобы был такой как вы видите вот написано здесь хоппер хок изгиб это или тимка 200r или допустим можете для себя подогнуть как вам будет удобно я буду вязать на 16 номере а вообще желательно это 18 20 ну насколько мелкий вы сможете для себя осилить давайте приступим в процессе изготовления я потом вам буду рассказывать по материалам ну и дополнительно отвечать на те вопросы которые вы мне задавали теперь значит я использую опять показываю вы неоднократно спрашивать это не обязательно но можете использовать любой клей секундный крепкий который влагостойкий и плюс к тому же выдерживает хорошо нагрузки совсем немножечко я наношу на цевьем клея в том месте где мы будем крепить сперва перышко наносим несколько больше и берем саму тонкую нить какая только у нас допустим может быть ну учитывая уже фильмах вас показывал это вот нить очень очень тонкая она где-то 00 там 5 или 8 и начинаем от колечка буквально пару-тройку оборотов и стараемся не сильно создавать неровности движемся до самого почти загиба промотали для того чтобы мы смогли с вами хорошо под ложечку закрепить так как нить полиэстер будет прокручиваться а для нас это плохо чтобы не выполнять десять раз вперед назад разные работы я подготовил в наборах иногда перьев павлина попадается но вот такого сомнительного качества лохматости как я их называю перышки они достаточно крепкие вот здесь нам не нужно чтобы было очень сильно лохматое тело поэтому я подобрал такое перышко и чтобы уже не двигаться взад вперед я допустим его беру до места крепления моего пера укладываю по длине и вот такими вот широкими уже начинают двигаться следим за тем чтобы у нас не подворачивалась перо лежала более-менее ровненько подхватили потом мы его окончательно закрепим движемся теперь к нашему колечку оставляем материалы для крепления я обычно слегка подкручиваю нить чтобы она не была ровницей беру вот такое перо это из скальпа наборов куриных перьев подбираю для себя по бородкам чтобы были по длине моего цевья и сразу вот те которые мне не нужны я отрываю не выбрасываю так как они у нас всегда идут в работе оголяю немножечко ось для того чтобы закрепить и теперь самое главное мы с вами подбираем как должно находиться изгиб пера значит изгиб должен пера находиться сверху над цевьем чтобы мы бородки могли все потом намотать чтобы двигались они колечку они к нашему загибу ну и как обычно немножечко надо побыть левшой держим перекидываем нашу нить буквально под весом катушки как вы видите наше перышко уже держится и здесь мы уже с вами подтянем ровно столько сколько нам нужно обязательно на место крепления для того чтобы более качественно держались материалы я наношу капельку гелевого клея совсем немножко без фанатизма и уже более качественно я здесь делаю под ложечку так как мы с вами будем уже здесь выполнять обмотку нашим пером как вы видите все перышко наша выровнялась и стала так как ему нужно промотали подровняли и нить нашу мы уводим к загибу так как мы будем с вами мотать виток к витку но двигаться к загибу от колечка подымаем наше перышко так чтобы нам было удобно учитывая то что длины на вполне достаточно я начинаю выполнять обмотку вот я не трогаю как бородки у меня ложатся только лишь стараюсь их немножечко вот так направлять вперед все зависит только лишь от пышности нашего пера 23 оборота это уже не столь существенно вы уже будете выбирать для себя сами и вот такими движениями мы берем убираем то есть я вяжу немножко не так как допустим вяжут традиционно тенкару мои друзья из японии написали мне скинули сайт я объяснил что для наших рыбалок мы зачастую считаем все что вот связано в таком стиле это уже мы считаем производная мушки тенкара но это я считаю псевдо учитывая то что зачастую у нас рыбалки происходят удочкой тенкара поэтому все вот такие мушки я их так и называют которые я вяжу для друзей удерживаем вот в таком положении наше перо и стараемся поджать нашей ниткой неудобно ну что делать поджали как вы видите все почти бородочки у меня находятся уже вот я теперь могу спокойненько учить тогда поджимая пальцем все теперь нам необходимо очень очень аккуратненько срезать вот то перо которое по ости мы с вами крепили аккуратно я вот ножницами как ножиком пользуюсь убрали все как вы видите ёршик у нас готов его вполне достаточно можно меньше можно больше теперь у меня многие спрашивали можно ли ребят мы готовим для рыбалки поэтому не имеет значения как мы что правильно делаем поэтому если у вас нет такого пера а есть достаточно вот как у меня то что я оторвал вот такое широкое почему я беру именно вот такие перья это вроде бы из скальпа петуха но в то же время они им обладают и жесткостью и мягкие поэтому очень удобно использовать вот для такого класса сухих мокрых эмиджеров такое перо поэтому если у вас несколько больше вот вы намотали и вы видите что у вас только курица другого нет пера можно потом вот так аккуратненько вот этот пучок собрать вперед и одним только лишь резом ножниц не надо чикать подравнивать взять подрезать тупо добрать вам длину которая необходима все все остальное у нас дальше будет работать достаточно хорошо берем опять капельку нашего гелевого клея наносим буквально считайте по серединочке нашего цевья и теперь уже стараемся более аккуратненько нашу нить возвращать к загибу так как мы с вами уже сформируем ту точку с которого уже будут у нас формироваться наша личинка как я ее называю это идет своего рода имитация практически любой личинки которая пытается пробить или уже пробила поверхностную пленку и собирается к линьке доходим буквально до середины загиба хорошо здесь проматываем и теперь я нить стараюсь чтобы она у меня разровнялась не создавала бугорков если есть необходимость можно спокойно подровнять там где есть неровности я нашу нить подвожу уже конкретно до места крепления нашего пера вот у нас здесь образовался такой своеобразный бортик чтобы мне было несколько удобно я обычно не пользуюсь оттяжкой беру и дело здесь завершающий узел вплоть до того что я даже убираю нить чтобы было удобно легче потом ее заново нам подсоединить и удаляем нашу нить также я ее срезаю как ножом теперь вот тот клей который у нас проступил мы берем и начинаем вот так разравнивать теперь уже аккуратненько по всей по всему промотанному нашему цевью годится используя функцию которая есть в станке роторе вращения я так как перышко короткая я беру перодержатель и нам теперь вот вы уже видите необходимо не доходя пару миллиметров до нашего ёршика произвести обмотку вот этим пером давайте изготовим и продолжим вот мы с вами выполнили такую обмотку как вы видите она вроде бы и перо с не очень качественным и в то же время скудная вот такая лохматость есть по мере количества поклевок конечно лохматости нашей уменьшится но уловистость мушки у нас не станет меньше теперь что самое главное как вы обратили внимание я не армировал перо не проматывал люрексом не проволокой ничем а посадил хорошо крепко на клей проверено этого вполне достаточно грудку если у вас имеется допустим вот всевозможная скролика тоже можно использовать даббинг если имеется всевозможное такого класса наборы вот как у меня фирмы hands есть отдельно продаются всевозможные такие и спектра даббинг и вот есть допустим у меня и ультрафиолетовые вот всевозможные оттеночки спокойно можно брать и использовать в качестве грудки вы подберете для себя оттенок тот который для вас приемлемый по вашей результативности поклевок это у нас идет имитация грудки она должна быть в два раза больше по величине и по диаметру чем наше тело чтобы более удобно мне было работать я слегка увлажнил пальцы и опять все наши бородочки вот так я увожу вперед для удобства я использую вощину можно церковную свечку можно промазать клеем карандашом чем вам будет удобно и беру совсем немножко то есть нам не нужна здесь скучность материалов вот так как мы должны более качественно сформировать грудку наношу небольшую порцию даббинга на нить стараясь его вот такими прокручиваниями распределить хорошо на нитке и подвожу к нашему месту где мы будем выполнять грудку до первого буквально касание выполнили один оборот уже даббинг наш схватился после этого я могу спокойно не отпуская нашу нить выполнить два три сколько вы по толщине будете смотреть вашей даббинговой нитки и выполняем вот такую даббинговую нить движемся вначале к нашему ершику слегка его вот так аккуратно как вы видите мы его поджали он у нас стал более симпатичным следим за тем чтобы мы не залезли на наше колечко после этого я уже беру и начинаю более пышную более качественно формировать нашу грудку где мы остановим нашу нить не имеет небольшого никакого значения учитывая то что нам нужно будет буквально один-два оборота выполнить для завершающего узла чтобы не было большой скучности материала я беру буквально вот небольшая капелька клея как всегда наношу ее на нить беру узловяз и выполню пару-тройку оборотов почему я и говорю псевдо тенкара потому что при изготовлении той мушки которую используют японские мастера у них есть определенная методика и технологии изготовления этих мушек как вы видите вот все грудка у нас готова тело у нас есть после того когда подсохнет клей можно потом взять иголочкой слегка распушить даббинг можно использовать другого оттенка перо выполнить грудку и все как вы увидели колечко у нас на месте все у нас великолепно готова наша мушка к рыбалке если бы без этих объяснений она изготавливается буквально за пять минут при условии что у вас есть все материалы по-моему я уже все вам объяснил если у вас друзья мои будут какие-либо вопросы пожалуйста вы их задавайте я вам объясню благодарю за внимание до скорых встреч